Уважаемые участники форума, в условиях современной глобализации процесс международной экономической интеграции является определяющим фактором для развития как государств, так и их экономик. Научно проработанную классическую интеграционную модель предложил еще в далеком 1961 году известный профессор Ельского университета Белла Балаша. Интеграция развивается от зоны свободной торговли затем к таможенному союзу, общему рынку, экономическому союзу и, наконец, к валютному союзу. Поскольку тема форума «Новая финансовая среда Евразийско-экономического союза» обозначил рейтельные точки современной евразийской интеграции. Первое. 29 марта 1994 года президент Казахстана Александр Назарбаев впервые обнародовал на заседании Большого ученого совета Московского государства Минила Моносова свой проект о формировании Евразийского союза государства. Далее. 10 апреля 2000 года главы пяти государств Белоруссии, Казахстана, Тургызстана, России и Таджикистана создали Евразийско-экономическое сообщество, новую международную комбинацию. Это начало интеграции наших стран. Причем за 14 лет своего развития Евразийска стала, по словам президента России Владимира Владимировича Путина, наиболее динамично развивающимся и эффективным объединением на постсоветском пространстве. Евразийска выполнил свою союзную миссию и в его рамках созданный таможенный союз Единое экономическое пространство, ставшее, безусловно, фундаментом для формирования Евразийско-экономического союза. В январе 2010 года начал работу таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России, а с 1 июля 2011 года он заработал в полноформатном режиме. Работа таможенного союза привела к расширению руководительственных связей, росту взаимной торговли, сокращению затраты времени и средств предприятий и населения. Приведу наглядный и убедительный пример. Поскольку население, граждане воспринимает интеграцию как улучшение своей жизни, воспринимает, что стало безопаснее жить, лучше социальная среда обеспечена. Это все, что касается здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы. Но вот этот наглядный пример, что же дал гражданам таможенный союз. Сегодня 7,5 тысяч километров границ между Казахстаном и Россией. На ней работало почти 7 тысяч таможенников с российской и казахстанской стороны. И этих таможенников уже сегодня нет. Таможенные процедуры между Казахстаном и Россией отсутствуют. Миллионы людей только на сопредельных и сопредельных областях практически ежедневно свободно пересекают границу предуполнения таможенных процедур. Это одно из главных достижений таможенного союза, что осязает более 30 миллионов тех, кто проживает на сопредельной территории. Это 14 регионов Российской Федерации и 8 областей Казахстана. Далее. 1 мая 1912 года. Начало формирования единого экономического пространства. Хотя создание единого экономического пространства после Таможенного союза в том же Европейском союзе создания на десяток лет, то здесь параллельно с завершением работы Таможенного союза в полноформатном режиме сразу же начали готовить документы по единому экономическому пространству, которые должны обеспечить свободу движения не только права, но и услуг, труда и капитал. И 29 марта 2014 года главами государств Беларуси, Казахстана и России подписан договор об Евразийском экономическом союзе. Союз начал свою работу с 1 мая 2015 года. К нему уже присоединились Армения и Киргизия. Это быстрый и мощный рывок интеграции. Выход союза на полноформатный режим планируется в 2025 году. Создание союза – это важнейшее событие мировой интеграции. И главы трех государств – президент России Владимир Путин, президент Казахстана Мусульман Назарбаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко едины во мнении о том, что это действительно грандиозные события нашего времени. Отмечу, что на всех этапах нашей интеграции мы всесторонне изучали, критически переосмысливали и адаптировали к нашим условиям опыт Евросоюза. Причем учитывали не только его лучшие примеры, но и проблемы. История Европейского Союза поучительна. ЕС изначально с 1952 года объединял страны с высоким уровнем развития. Постепенно входили страны и лошадь с достаточно высоким уровнем развития экономики и правовой культуры. Но затем в 2004-2007 году по политическим мотивам пакетом были приняты 12 стран Центральной и Восточной Европы. Это привело к серьезным конфликтам и по трудовым мигрантам, многим другим проблемам. Мировой финансовый кризис поставил Грецию, Кипр, Португалию, Испанию на грань банкротства, что вынудило крупнейшие страны Европейского Союза поддерживать их экономику. Государственный долг этих стран значительно превышает ежегодные объемы производства их валов внутреннего продукта. Отдельные страны Европейского Союза проводят свою собственную политику в различных сферах, которая зачастую не отвечает интересам других стран, членов Европейского Союза. Идет вразрез с некоторыми общими интересами. Возьмем, к примеру, Курля-Великобритания. Она не вошла ни в Шенгенскую зону, ни в зону Евро, ни практически по всем вопросам имеет свою позицию, что блокирует многие решения в рамках Европейского Союза. Еще одним тревожным сигналом для стран Европейского Союза является намеченный вот уже на 23 июня референдум Великобритании о ее будущем в Европейском Союзе. Но не надо забывать о том, что Великобритания в течение десятилетия ежегодно получала по одному бильярду евро, как компенсацию в аграрном комплексе, поскольку более скудные, якобы, земельные, там продуктивность и так далее. Теперь я хочу сказать о том, что мы должны сегодня четко понимать, что Еврозес, безусловно, стал ядром экономической интеграции на постсоветском пространстве. Его важнейшая цель была координация подходов государственных членов Еврозес при их интеграции в мировую экономику и международную торговую систему. Стратегическое направление деятельности сообщества обеспечивает динамичное социально-экономическое развитие стран-членов при эффективном использовании их совокупного потенциала с целью повышения уровня жизни населения. В настоящее время между государствами и сообществом действует 140 договоров без документов Таможенного союза и Единого государственного пространства по различным экономическим социальным вопросам, которые реализуются на двух- и многостороннем уровне. Почему? В связи с тем, что эти вопросы не предусмотрены в договоре о создании Евразийского союза. Но те наработки настолько обогатили наши страны в взаимодействии, что они являются действующими. Такое решение было принято на Международном совете главного государства. За годы развития Евразийского, хочу привести пример, эффективно зарекомендовали себя соответствующие советы и комиссии. А их было 22. Это соответствующие советы и комиссии, где заседают министры промышленности, министры сельскохозяйства, министры социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, энергетики. Здесь хотелось бы отметить Совет по экономическим и финансовым вопросам, ЭКОФИН, как вспомогательный орган предланов государства. Работая генеральным секретаремом в развитии с 1927 по 2014 годы, могу совсем определенно сказать, что это будет действительно один из самых работоспособных и их действительных советов. Дважды в год министр финансов и министр экономики стран сообщества рассматривали наиболее важные вопросы по экономическому развитию и финансовому взаимодействию. ЭКОФИН принимал решения по всем межгосударственным программам развития, по их финансовой состоятельности. К примеру, при рассмотрении одной из самых эффективных программ инновационной биотехнологии, которая успешно реализовывалась в течение 4 лет с 2011 по 2015 годы, именно на ЭКОФИНе были приняты решения по ее финансированию странами сообщества в размере 1 миллиарда рублей. Ее реализация позволила наших странам получить 99 новых инновационных технологий в сфере медицины, агрокомплекса и промышленности. Также активно работал антикризисный фонд Евроизово-экономического сообщества, который был создан нашими странами в 2009 году для преодоления последствий финансового убийства 2008 года. Этот фонд был создан в размере 10 миллиардов долларов США для оказания помощи странам Евразии, испытывающим определенные трудности, для предоставления суверенных займов, а также для реализации инновационных проектов. Взнос в размере 7 миллиардов сделан Российской Федерацией, 1 миллиард внес в Казахстан, а остальные члены сообщества также внесли в свой посильный фонд. За эти годы около 4 миллиардов долларов было выделено для оказания помощи Республике Беларусь кредитами, а также оказана помощь Казахстану и Киргизии, начата реализация некоторых важных проектов. Сегодня антикризисный фонд также эффективно и успешно работает в интересах тех 6 стран, которые были его основателями, но уже не в рамках экономического союза, а как самостоятельная структура для тех стран, которые создали. Активно проработав евразийской интеграцией более 8 лет, я непосредственно и предметно занимался созданием и таможенного союза Единого границкого охранства, ставшим базой для нынешнего Евразийского экономического союза. Мы в 2015-2016 годах смогли подготовить и принять важнейшие документы, прежде всего концепции по будущим рынкам нефти и газа, электроэнергии, а также по транспортной сфере союза. Что касается создания финансового рынка, то это действительно одна из самых сложных сфер интеграции. Не случайно оно отчетно на 2025 год. Этот период, безусловно, должен быть использован для проведения согласованной валютной политики посредством снижения валютных рисков и негативных ожиданий со стороны хозяйственных субъектов. Это должно оказать благоприятное влияние на развитие взаимной торговли и содействовать интеграции финансовых рынков как важных факторов роста экономики членов Европейского экономического союза. В ближайшие десятилетия предстоит еще многое сделать для того, чтобы союз заработал в полную силу. И население наших стран почувствовало отдачу от его создания. При этом мы все знаем, что сложности и трудности на пути полноформатной работы союза были, есть и будут, но при эффективном взаимодействии всех участников интеграционных процессов эти проблемы безусловно преодолим. Убежден, что Европейский экономический союз, активно развиваясь в 2025 году, станет полномасштабно действующим интеграционным объединением, в котором будут наиболее эффективно использоваться совокупные природные, экономические и человеческие потенциалы наших стран. В завершение хочу отметить, что большим подспорьем в развитии Евразийского экономического союза является деятельность Института экономических стратегий, возглавляемый генеральным директором профессора Александру Ивановичу Магееву, а также журнал «Экономическая стратегия», в котором, благодаря правильному выбору направления как академический бизнес-журнал, выступают ведущие ученые, руководители банковской и финансовой сферы. Желаю участникам форума успешной и полотворной работы. Спасибо за внимание. Спасибо.